Крым Приглашаю вас на прогулки по Крыму Прогулки по Крыму с Алексей Греборонским Давайте вместе откроем эту землю В сегодняшнем выпуске программы Прогулки по Крыму с Алексей Греборонским Телеканал АТР открывает цикл передач Об Акчисарайском ханском дворце Крым по достоинству славится разнообразием Своих исторических памятников И каждый из них бесценен и неповторим И все же античные руины, средневековые крепости Пещерные монастыри и приморские парки Можно увидеть и за пределами полуострова Но вот что касается крымско-татарских дворцов То в мире можно найти лишь один единственный из них Бахчисарайский И это делает его, по моему убеждению Наиболее уникальным среди всех памятников Крыма В свое время я проработал в здешнем музее 15 лет Из них 10 на посту заместителя директора За эти годы я провел по дворцу многие сотни, если не тысячи, экскурсий И сегодня я приступаю к самой подробной и самой интересной из всех них Специально для вас Мы увидим Хансарай таким, каким его не видел еще никто Хансарай можно воспринимать по-разному Он был и средоточием государственной власти, и порогом правосудия И местом, где принимались решения, влиявшие на судьбы всей Восточной Европы Однако прежде всего он был домом, жилищем большой ханской семьи На протяжении двух с половиной столетий С 1532 по 1783 годы Здесь рождались, жили, правили и умирали представители ханской династии Гераев Дворец являлся не личным имуществом того или иного хана А фамильным достоянием всей правящей династии Он был свидетелем прежних правлений и отправной точкой для будущих Поэтому многие ханы стремились оставить по себе память Украшая родовую резиденцию, дополняя ее новыми сооружениями И начертывая на них свои имена Так появились мечеть Сахиба Гирая Зал советов Исляма Гирая Фонтан Каплана Гирая И беседка Селемета Гирая А также множество подобных сооружений Некоторые из этих построек дошли до наших дней И мы непременно увидим их Но в сегодняшней, первой передаче Мы направимся не к фонтанам и не в залы А на ханское кладбище Обычно ханское кладбище показывают в самом конце экскурсии Однако мы начнем свой визит в хансарай именно с этого места Ведь придя в любое жилище Принято сперва познакомиться с его хозяевами И уже лишь затем осматривать обстановку А памятники на ханском кладбище Как раз и напомнят нам имена давно усопших хозяев ханского дома Кладбищенский сад У южной стены большой ханской мечети Место, издавна окруженное особым почитанием Говорили, что всадники, которые в старые времена проезжали по главной улице Бахчисарая Спешивались у дворцовых ворот И проходили мимо них пешком Из уважения к правящему хану И находившимся во дворце могилам его предков В этом саду находятся более сотни памятников И три мавзолея Два под куполами И один в виде ротонды с колоннами Сейчас здесь можно увидеть надгробие пяти ханов и сорока их родственников В том числе одиннадцати женщин Еще на двадцати девяти камнях читаются имена придворных служащих различного ранга Они не принадлежали к ханскому роду Но за некие заслуги их семьям было даровано право пользоваться ханским кладбищем Потому мы и читаем в этих строках имена главного казначея Главного стражника Сановника Государственного Совета А также их потомков Иногда целое семейство По три-четыре человека Вместе с тем На многих памятниках надписи утрачены И установить, кому они принадлежат Уже невозможно Рельефы на мраморе плит несут глубокую символику Здесь и гепарисы, скорбно склонившие вершины И пальмы, засыпающимися финиками И пышные букеты мраморных цветов Давайте войдем в один из ханских манзолеев Внутри него уцелели мраморные памятники ханской дочери и трех султанов То есть членов ханского рода, не занимавших престола Старейшее из этих надгробий Относится к 1631 году И в прежние времена памятников здесь было гораздо больше В прошлом интерьер Мавзолея Из центра купола на длинных цепях свисали светильники Полы были укрыты коврами А между каменными памятниками стояло несколько деревянных Так называемых сандыков Они были укрыты тканью И увенчаны головными уборами Мужскими щелмами или женскими фесами Под этими деревянными памятниками И находились самые старые могилы В том числе две ханских Первая из них принадлежала Девлету Гераю Что правил с 1550 до 1577 года На международной арене он известен прежде всего Как соперник Ивана Грозного в борьбе за Казань и Астрахань А в Крыму он запомнился как строитель замечательной мечети в Гезлеве И еще как организатор дворцового переворота В котором погиб его предшественник Основатель Бахчисарайского дворца Сахиб Герай Сахиба похоронили в мавзолее у старого ханского дворца в Солачике А Девлет Герай стал первым ханом Погребенным в новой ханской резиденции Бахчисарае Под этим же куполом Лежит и другой хан 16-го столетия Гази II Герай Сын Девлета Его по праву можно признать Одним из наиболее выдающихся правителей в истории крымского ханства Гази II сочетал в себе дары умелого полководца Утонченного поэта и талантливого музыканта Чье творчество стало важной вехой в истории не только крымско-татарской Но и османской культуры Памятников этих ханов в мавзолее уже нет Но о том, что они похоронены здесь Известно из хроники Халима Герая Будучи потомком ханского рода После гибели крымского ханства Он проживал в Турции Где в начале XIX века Написал историю своих предков Книгу под названием «Гульбун и Ханан» Каждая ее глава посвящена тому или иному хану Причем в конце обязательно указывается Сколько лет он прожил и где был похоронен Из этой же книги мы узнаем и о том Что второй мавзолей на ханском кладбище Был построен для исляма Третьего Герая Прославленного союзника Богдана Хмельницкого В этом мавзолее сохранилось два мраморных памятника И один из них принадлежит сыну исляма Третьего Менгли Герая Султана Как и в соседнем мавзолее Ханских погребений здесь сейчас уже не обнаруживается Итак, внутри мавзолеев ханских монументов не сохранилось Однако несколько их уцелело в Клобищенском саду Вот, к примеру, памятник Мехмеда IV Герая Сейчас он лишен надписи Но дореволюционное фото запечатлело его исчезнувшую стелу На которой читается Отец Победы, воитель Мехмед Герай Мы уже не найдем в этом саду памятника знаменитого Хаджи Селима Герая О котором говорит Гульбун Иханан Но зато здесь можно видеть захоронение его потомков, занимавших престол А именно Менгли II, Селима II, Арслана и Крыма Гераев Круглая ротонда на кладбище – это тоже мавзолей Только оборудованный в соответствии с хадисом, рекомендующим, чтобы могила устраивалась не под кровлей, а под открытым небом Здесь лежит Менгли II Герай, известный покровитель дервишей и знаток суфийской поэзии Недаром эпитафия на его памятнике – это стихи на персидском языке Единственная персидская надпись на всем кладбище Которая заканчивается фразой «Менгли Герай отправился по дороге в вечность» Еще одно стихотворение Можно прочесть на камне, что стоит у стены мечети Среди прочего в нем говорится «Могила есть жилище, в которое входит каждый человек» Это эпитафия Селима II Герая, умершего в 1748 году Арслан Герай побывал на престоле дважды В первое свое правление он успел построить медресе при ханской мечети А также обновить крепости и фонтаны по всей стране Затем он на 11 лет утратил престол А когда отправился из Турции в Крым занять его вторично, то умер по дороге Тело хана доставили в Бахчисарай и возвели над ним этот памятник «Война была ремеслом знаменитого Крым-Герай хана» «Глаза голубого неба не видали ему равного» Так гласит стих на следующем ханском монументе 1769 года Но на деле Крым-Герай вошел в историю прежде всего не как воин, а как любитель искусств По приказанию которого хан-сарай был отремонтирован и украшен лучшими мастерами По сути, свой нынешний облик ханский дворец приобрел именно при Крыме-Герая И мы еще не раз вспомним его имя, восхищаясь дворцовыми постройками и росписями Из всех 48 ханов династии Гераев, когда-либо занимавших Крымский престол На этом кладбище были похоронены лишь девять Остальные правители Крыма нашли свой последний приют за пределами этого дворца В бахчисарайских пригородах Салачик и Эскиюрт В различных городах Турции и Болгарии На греческом острове Родос и даже в Белгороде-Днестровском Одесской области Но где бы ни доводилось жить и умирать представителям ханского рода Бахчисарай всегда оставался для них главным местом на земле Общим наследием, памятью о великих предках и надеждой на память потом И я думаю, что имена былых хозяев ханского дворца следует знать и помнить каждому, кто неравнодушен к истории Крыма Ведь камень, доски и черепица любого исторического сооружения ничего не значат сами по себе Их ценность и их смысл в нашей памяти о живых людях, что жили на земле до нас И что оставили нам в наследство опыт своего бытия в этом мире Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok